Поехали. Значит, это у нас, насколько я понимаю, аналог радио 8.6 РК, да? Кло. Кло радио 8.6 РК. Можно посмотреть на клавиатуру. Плёночную. Плёночную, да. Особенно вот R2, тут есть характерная кнопочка узнаваемая и Русалат. Чё, Тим, давай открывай. Вот. Посмотрим, что у него внутри. С чего можно общепланить? Значит, общеплан, да, правильно. Дам общеплан. Так, это всё выглядит. Там клавиатура, шкутом соединяется с платой. Это единственная плата, больше ничего нет. Так, ну давай, давай посмотрим, что там поближе. Вот, собственно, сердце. Компьютер и процессор ВМ-80А. Вот, да. То есть это аналог Intel 8080. Чьим интересен РК 8.6 и все его клоны тем, что в нём было всего 29 микросхем. Что для середины 80-х, для персонального компьютера, самотельного разлипения, это было очень важно. Обратная сторона медали, это то, что из этих 29 микросхем, примерно, меньше половины, это BIS. Большая интегральная схема, которая достаточно дефицитная. Ну, то есть, как сам процессор, порт контроля параллельного ввода-вывода. 580 VV55. Да, VV55. Стандартный, как бы, три порта ABC, параллельно. Ну, это не очень дефицитная вещь. Но вот, что отличало РК 8.6 от прочих компьютеров, он был, естественно, текстовый, то есть, ориентирован на вывод цифр и букв. Подсистема изображения у него строилась на двух очень специализированных чипах. Первый, это VG75, это аналог интеловского 8275, по-моему. Это BIS видеоконтроллера, который работал в связке с VT57, контроллер прямого доступа к памяти. То есть, поскольку изображение на экране формируется периодически, ну сколько, 50 раз, по-моему, в секунду надо выводить кадр, то контроллер расставился таким образом, что с помощью контроллера прямого доступа он лазал вот сюда, в память. Всякий раз, когда требовалось выводить картинку. Да, это память. Память на 565 RU5, да? Да. Ну, не канонически. Изначально в радио 8.6 РК вставили RU3, то есть было 16 килобайт памяти. Да, RU3, кстати, по-моему, 3-х питаний требовали, да? Да, RU5. Да, RU5 уже требует только 5 вольт. Вот. То есть каждые 20 миллисекунд или 50 раз в секунду контроллер через контроллера прямого доступа лазает в пазу. Забирает оттуда информацию о символах, которые надо выводить на экран. Ну и, собственно, растеризует в каком-то, по-моему, вот этом могучем регистре. Вот это, кстати... Так, RF2, RF2. Здесь две пазушки. Не помню, в какой из них живет знакогенератор, в какой живет, собственно, программа-монитор процессор. Но знакогенератор располагался тоже в ПЗУ. Причем особенностью конкретного кона еще то, что в знакогенераторе сидят и символы Кириллица, и символы Латильницы. Да, в ПЗУшке с ультрафиолетовым стиранием. Да, вот через окошко можно видеть прям, как они стираются. Да, ультрафиолетом светишь и стираются. Да, и стираются. Вот, тоже, кстати, интересно здесь стоит RF2. В классической схеме стояла RF1, которая мало того, что половина емкости, то есть 1 кБ, она еще и тоже требовала каких-то немыслимых количеств питания. 2 или 3 питания. RF2 это аналог 2716, по-моему, да? По-моему, тоже, да. Вот, и схема, вообще, достаточно простая, и, в общем, если не считать вот этих вот дефицитных вещей, как правило, только вот контроллер дисплея был очень дефицитный. Вот VG75, да, я помню, был очень дефицитный. Где-то в 87-м, что ли, году, или, да, в 87-м, мне друзья подарили на день рождения контроллер, купленный за 50 рублей на толкучке магазина, салон электроника. 50 рублей, это, наверное, тогда была треть зарплата инженера или половина, да? Ну, да, но у меня, например, стипендия была 55 рублей, по уши. А весь радио 86РК сколько стоил тогда? Ну, как правило, его любители воровали в той или иной форме где-нибудь. Ну, примерно так. Можно было рублей за, наверное, 50 собрать. А вообще схема опубликовала в журнале радио, и желающие могли замер. Да, в 86-м году это был шок, хит, потому что ее предшественник, микро 80, это было 200 корпусов логики, и не всякий упорный радиообидитель могут и собрать. Несколько плат, в общем, довольно все сложное громоздко. Вот это все очень просто замечательно. А, это питание, да, справа? Да, это блок питания, встроенный, кстати, интересно. Значит, это только 220 должно заводиться. И пищалка, вот справа, явно. Я тут уж совсем не понимаю, возможно, это даже, скорее всего, тюнер, а не блок питания. Я бы решил, нет, это питал. Странная вещь. Очень странная. Зачем здесь пищалка? Да еще такая странная. Ну, это вот один из промышленных клонов, то есть промышленность наконец освоила выпуск хотя бы таких наборов, они назывались, как правило, набор радиолюбительский для сборки компьютера персонального. Но вообще еще была микроша, более распространенная промышленно выпускаемая аналога, неполная аналога. Как раз не более, потому что микрошу освоили тоже где-то в 87-м году с трудом. Все никак не могли наладить ее выпуск достаточно массой. Да, ну, микроша отличалась немножечко. Там стоял уже таймер звуковой, хотя очень плохо им распорядились. Три канала звука можно было бы сделать. На 580 и 53, да? Вместо трех каналов звука они сделали один канал звука, а второй канал управлял длительностью этого звука, а на этим использоваться еще какой-то ерунды. Ну, без громкости, никакой там громкости, ничего просто. Ну, естественно, ни о ней никакой громкости речи не шло. Еще очень интересная особенность 86RK, поскольку, ну это уже вопрос к разработчикам, поскольку прерываний здесь нет в принципе никаких, то есть процессор единственное, что приостанавливается на время вывода картинки на экран, вот контроля прямого доступа, у него есть специальная ножка, он приостанавливает процессор от выполнения программы, занимается выводом на экран, потом отпускает. У микропроцессора осталась неиспользована ножка разрешения прерывания, EI. А в системе команды 8080 есть две команды, разрешение прерывания и запрет прерывания. То есть фактически это ножка EI, это один такой однобитный порт, на который у 86RK навешан звук. То есть простые бипы, какие-то там несложные щелчки, можно через нее было выводить. А загрузка была только с магнитофоном? Только с магнитофоном. Хотя уже позже были разработаны контроллеры флопе дисков, и были сделаны модули PZU, но кстати интересно, есть тоже дисковая подсистема для LK86, ни с чем не совместимая, абсолютно свой собственный формат записи, формат хранения данных на дискете. Я надеюсь мы ее как-то реанимируем, в принципе ее уже реанимировали, но у меня есть где-то плата оригинальная, которая в формате микрошек, в которую можно вставлять именно микрошек, тоже было бы интересно попробовать. Вот, да, естественно, весь регенерация памяти выполнялась только за счет вывода картинки на экран, поэтому если компьютеру нужно было выполнять какие-то сложные вычисления, например, связанные с вводом-выводом на ленту, где требовалось удерживать временные интервалы четкие, либо, например, регенерировать какой-то очень сложный звук. Связка вот эта вся отключалась, изображения на экране не было, а процессор сам должен был регенерировать память. Видимо, перебирая адреса, делается считывание оттуда. Вот такой вот небольшой компьютер, симпатичный. Давай закроем еще раз, покажем. Ну, выглядит, конечно, страшновато. Ну, еще раз повторим, что они бывают разные, то есть это просто один из вариантов, так же, как и спектром отечественным, всякие бывают разные, так и это бывает разными. Ну, без рыбьи, да, в общем-то, люди пользуются этим с большим удовольствием. Вот такая вещь.